Здравствуйте, Сергей Викторович. Мария Владимировна, коллеги, информационный портал news.ru, Сона Рустамова. Но в продолжении темы Южного Кавказа хотели бы уточнить. Вот официальные лица России не раз отмечали усилия Москвы, в частности президента России Владимира Путина, в нормализации ситуации в Карабахе. И вот азербайджанский президент в недавнем своем интервью заявил о том, что именно Путин, а не Макрон, помог восстановить мир на Южном Кавказе. Вот скажите, пожалуйста, повышает ли это вероятность того, что мир между Баку и Ереваном будет подписан именно на российской площадке? И вот в ответ на такие действия Запада будет ли Москва предпринимать какие-то усилия, чтобы их нейтрализовать? И если позволите второй вопрос, вот несколько недель назад МИД выразил надежду на то, что Афганистан выйдет из международной изоляции. Поводом для этого стало то, что Казахстан исключил Талибан из списка запрещенных организаций. Вот хотелось бы спросить, есть ли шансы на выход из дипломатической изоляции Афганистана? И может ли начаться аналогичный процесс относительно Йемена? Потому что, в том числе в признании хуситов, так как, как известно, они де-факто уже много лет контролируют столицу и основную территорию Йемена. Спасибо. Я уже забыл, с чего вы начали. Ну, насчет того, что Путин сыграл роль в примирении Баку и Еревана Путина, а не Макрон. Ну, соглашение это подписано тремя лидерами России, Армении, Азербайджана. Там я подписи Макрона не видел. Равно как и три других трехсторонних соглашения российско-армяно-азербайджанских. Как я уже упомянул, после того, как эти соглашения стали осуществляться, были созданы механизмы и по разблокированию маршрутов, и по делимитации, и по мирному договору. Вот именно тогда европейцы и американцы стали активно внедряться в этот процесс. И даже был такой интересный момент. Ведь в документах, которые были подписаны в ноябре 2020 года и в последующих документах, территория Карабаха была характеризована как зона ответственности российского миротворческого контингента. И было понимание между лидерами трех стран, что на тему статуса еще предстоит продолжить переговоры, чтобы окончательно этот вопрос согласовать. И каково же было наше удивление, когда осенью 2022 года, где-то в Праге, по-моему, Макрон проводил конференцию европейского политического сообщества, куда не пригласили нас и украинцев, но там были армяне-азербайджанцы и Макрон вместе с, по-моему, Мишелем предложили им встретиться. И на встрече они одобрили документ, в котором было сказано, что Азербайджан и Армения признают территориальную целостность друг друга в полном соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года. В каковой было сказано, все новые независимые государства имеют границы, совпадающие с административными границами союзных республик СССР, то бишь Карабах в границах Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Мы не знали о том, что такое объявление готовится, и когда оно прозвучало, мы сделали вывод, о котором сообщили в Баку и в Азербайджан, что вопрос о статусе Карабаха закрыт. Закрыт лично, например, министром Армении. И вот там-то как раз Макрон был, поэтому кто какую роль сыграл, ну, не могу сейчас больше фантазировать, но то, что хотят наши западные коллеги, чтобы только на их территории был подписан мирный договор, это факт. То, что Азербайджан готов его подписать на российской территории, где, собственно, и начинались усилия по прекращению конфликта и по выстраиванию всей системы взаимодействия, по урегулированию всех вопросов, это тоже факт. Насколько этому готов Ереван, мне неизвестно. Хотя соответствующие сигналы давно направлялись в армянскую столицу. Что касается Афганистана, в Афганистане есть де-факто власть. Она реально контролирует ситуацию. Да, там остаются какие-то очаги напряженности, протеста, но в целом талибы власть контролирует. И наше посольство никогда не прекращало работу в Кабуле. И это было одно из, если не единственное посольство, которое вот так поступило. И у нас регулярные контакты с талибами, в том числе по вопросам, которые необходимо решить для того, чтобы они стали полноценно признанным правительством. А это прежде всего в выполнении их собственных обещаний, главный из которых создание инклюзивного правительства, в котором были бы представлены не только этнические пуштуны, и не только все другие этнические группы, а была бы инклюзивность еще и политическая. Потому что есть и пуштуны, и узбеки, и таджики, и хазарейцы, но политически они талибы. А оппозиция, которая вот в политическом плане там еще остается, там по-прежнему живет бывший президент Корзай, бывший главный администратор Абдала Абдала. Мы активно рекомендуем талибам все-таки пригласить другие политические силы в правящую структуру. И второй момент, который, конечно, нужно же решать, там есть фронт национального сопротивления на севере, с ними тоже нужно какие-то мосты наводить. Так что процесс непростой, а как в Афганистане никогда просто не было никому. Но то, что мы там присутствуем, мы ни на секунду не теряли связь с происходящим и поддерживаем сейчас с де-факто руководством «Контакт», это помогает нам работать, в том числе по продвижению внешних форматов, позволяющих вырабатывать рекомендации для уже афганцев. Это и московский формат, есть четверка России, Китай, Пакистан, Иран. Надеюсь, что Пакистан и Иранские сейчас с обмен любезностями не затруднит работу этого формата. Что касается решения Казахстана, Казахстан особо оговорил, что решение о выводе движения «Талибан» из террористических списков не означает дипломатического признания. Это все, понимаете, все относительно. Даже в Совете Безопасности ООН там в отношении тех деятелей движения «Талибан», которые включены в террористические списки, содержится оговорка, что если идет речь о контактах по поводу переговоров о мирном урегулировании, то такие контакты разрешаются. Так что здесь я бы не стал слишком сильно углубляться вот в эту тему. Главное – это реалии на земле. А реалии «Талибы» контролируют основную жизнедеятельность Афганистана. Про Йемен тоже, понимаете, по Йемену после долгих лет начались контакты по инициативе Саудовской Аравии с хуситами. Эти контакты стали давать результаты. Насколько сейчас эти переговоры реалистично возобновить и когда это может произойти, мне сказать затруднительно. Но сейчас самое главное, конечно, прекратить агрессию против Йемена, потому что чем больше американцы и англичане бомбят, тем меньше у хуситов желания разговаривать. Но это стиль наших англосаксонских коллег. Им важно везде где-то намутить воду и потом смотреть, как можно из-за Ла-Манша, из-за Атлантического океана какие-то разыгрывать комбинации, которые будут продвигать эгоистичные интересы Лондона и Вашингтона. Да, пожалуйста, российская газета.